Во время брифинга пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что не следует упоминать о третьих сторонах, когда речь идёт о разрешении разногласий между Азербайджаном и Арменией. Он также добавил, что комментарии других стран не повлияют на возможность подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Мэтью Миллер также напомнил, что на прошлой неделе спецпредставитель Госдепа Луи Боно посетил регион и напрямую взаимодействовал со сторонами. 3 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев также провёл с ним встречу. Глава государства продолжил обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе недавнего телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Ильхам Алиев ещё раз подтвердил решимость азербайджанской стороны продолжать мирный процесс и выразил надежду на скорейшее достижение результатов по основным направлениям, обсуждаемым в рамках переговоров. Во время беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору. Мы работаем напрямую с этими странами. Специально посланник Боно посетил этот регион на прошлой неделе и непосредственно взаимодействовал со сторонами. И мы считаем, что несмотря на любые комментарии других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, мирное соглашение остаётся в пределах досягаемости. И мы продолжим совместную работу для его достижения. Мэтью Миллер также ответил на вопрос журналиста о роли Турции в урегулировании Азербайджано-армянских отношений. Накануне состоялся телефонный разговор между госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого они обсудили возрождение Черноморской зерновой инициативы, безопасность Чёрного моря и расширение НАТО. В заявлении МИД Турции говорится, что стороны также коснулись ситуации на Южном Кавказе и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. «Я не хочу разглашать подробностей. Это частный дипломатический разговор. Могу лишь сказать, что мы верим в продуктивность Турции в этом процессе, ведь она не раз доказывала свою эффективность, например, в Черноморской зерновой инициативе, которая также была обсуждена во время телефонного разговора, состоявшегося на выходных». Вашингтон является одной из переговорных площадок между Баку и Ереваном. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян провели двусторонние переговоры с 27 по 29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкиным, помощником президента США и советником по национальной безопасности Джейком Сальваном. Главы внешнеполитических ведомств двух стран продолжили работу над проектом двустороннего мирного соглашения. По словам госсекретаря США, выступившего по итогам трёхдневных обсуждений, стороны сошлись во мнениях относительно некоторых статей документа. Также было достигнуто взаимопонимание по проекту соглашения. Однако Энтони Блинкин добавил, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки. Продолжение следует...